Мы рады видеть всех вас на очередном Балаковском фестивале Коман-КВН. И сегодня за кубок будут сражаться Команда Т-9, Балаковский фенал Саратовской Государственной Георитической Академии. Команда Т-9, победители Кубка Балаковской Лиги КВН 2016 года и Кубка сезона Балаковской Лиги КВН 2016 года. Команда президента Балаковский фенал Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы, победители фестиваля КВН на клубе головы администрации Балаковского муниципального района 2015 года. Наши дебютанты впервые на сцене команды Институт на шлюзах. Как вы все догадались, это Балаковский инженерно-технологический институт филиал федерального государственного основного образовательного учреждения высшего образования Национальный исследовательский ядерный университет МИДИ. Поаплодирую, я это выигрываю. И, конечно же, новичок нашего сезона, команда «Искры интеллекта», команда Балаковского клуба «Знатоков». Попрошу вас поддержать команду своей аплодисменты. Есть у нас также специальные гости фестиваля на лучшие представители возрожденного школьного Балаковского КВН. Я хотел бы вас, ребят, отправить готовиться, но прежде чем это сделать, я вам пожелаю и ни пуха, ни пера. Молодцы! Идите, ребят, готовьтесь. Ну, а как мы все знаем, а вы еще не знаете, откроют наш сегодняшний фестиваль команда «Свита» в гостевой части нашего фестиваля. Настя, хватит кривляться, пора объявлять. Ну, пошли, пошли. Здравствуйте! Вас приветствует команда школы номер 13 «Свита» в собрании веселых и талантливых артистов. Желтый цвет, как выкручают врачи, любят шизофленники, но мы не шизофленники. Цвет желтый, цвет общения, радости, веселья, цвет золотых лучей и зова приключения. Итак, мы начинаем! У нас в школе произошли некоторые изменения. Новый директор, который следит за всеми современными тенденциями. Вот и мы решили не отставать и предложили ему свой школьный проект. Директор, директор, у меня есть идея по улучшению нашей школы. Я вас слушаю, слушаю. Ну, к примеру, наши звонки. Вот что это? Так. Это никуда не годится. Слишком старое и неинтересное. Нужно что-то новое и молодежное. Угу. К примеру, вставать. Стоп, стоп, стоп. Это никуда не годится. Сейчас я вам все расскажу. Вот, к примеру, взять наших учеников. Ведь они всегда все делают в последний момент. Почему бы не поставить звонки для тех, кто готовится аж за 7 дней на экзаменах? Осталось 7 дней. Давайте дальше. Ну, вот, например, звонки для тех, кто очень любит еду из автомата. Еда, еда, иди ко мне сюда. Ладно, закончим с этим. Итак, будут еще идеи и предложения или что-нибудь в этом роде. Ну, вот взять нашу уборщику. Во всех современных школах уборщиц заменили на роботов. А у нас что? Ну, и так неплохо справляется. Думаю, вы правы. Ну, а наша школьная форма. Ну, вы только посмотрите, во что она нас превращает. Ну, во что? Сущий кошмар. Даже за пределами родной школы мы не забываем наших любимых уроков литературы, которые помогают нам выбраться из самых незатейливых ситуаций. Бо, мороз и солнце, день чудесный, Еще ты древний вдруг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой замкнутый негвизор. Навстречу северной авроры звездой стей проявись. Черт, ты помнишь, вьюга злилась, На мутном небе мгла носилась. Луна, как бедное пятно, И ты печальное сидела, А нынче погляди в окно. Опа! Под голубыми небесами, великолепными коврами, Блестя на солнце снег лежит, Прозрачный лес, один чернеет, И ей сквозь зеленеет, И речка под льдом блестит. Вся комната эльтарным блеском озарена, Веселым треском трещит затопленная печь, Приятно думать у лежанки. Кольдя по утреннему снегу, Друг милый, придадимся берегу. И навести поля пустые, Леса и дамы столь густые, И берег мир для тебя. Какой берег? УВД города Балакова, Туда вам путь. Но несмотря на директоров, На учителей школы, Есть вещи еще хуже. И, конечно же, это наша школьная столовая. Но только у нас есть эксклюзивный продукт. Шаурма размером XXL. Встречайте! Шаурма! Шаурма! День без тебя, и я снова в слезах, Манит меня твой божественный запах. Имя твое на клубах замерло, Далеко, далеко, Наслаждаюсь с тобой лишь шаурма. Да, у меня лишь шаурма, Я коснусь тебя лишь шаурма. У ребяток шаурма, Слово ты, и я лишь шаурма. Поаплодируем, давайте, команде Смита. Как я уже и говорил, Это команда из школьной лиги, Возрожденной школьной лиги ТВН, Города Луакова, Команда 11-13, Общая образовательная школа. А сейчас на сцену приглашается Команда Школьный андеграунд. Это команда сборная школ. Поймем. Всем привет, на сцене андеграунд Школьного КВНа. И сразу хотелось бы сказать, Что наш юмор поймут не все. Конечно, не все, Ведь в зале собрались люди старше 16 лет. Это Илья. Я пришел сюда в два часа, Когда меня отпустила мама. Я съел бутерброд и попил воду. Потом я пошел в гроздь и купил колу. Мне было мало, я захотел еще. А как вы уже поняли, Илья у нас спонтанный рэпер. Илья, у меня только один вопрос. Ты как в дружухе 16 лет выживаешь? Да мы толпами ходим. Школьный Лужков, Он такие толпы разгонял. У-у-у! А это Али, Самый быстрый парень нашей команды. Или, как мы любим его называть, Алиэкспресс. Правда, однажды он потерялся на почте России. Али, что у тебя есть? Можичок. А я напоминаю, Что мы выступаем при поддержке Вестибулярного аппарата. А это Галя. И недавно ее бросил парень. Галь, что ты можешь сказать по этому поводу? Сказать ничего. А вот спеть могу. А-а-а, но это я вот с такой ужины. А-а-а, пляжки ее вот с какой ширины. А-а-а, крокотины, бегемоты. А-а-а, обезьянные пашелоты. А-а-а, и в этом списке есть одна. А-а-а, и в этом списке есть одна. А вот это вот у нас Карина. А знаете, на кого Карина похожа? На кого? На курортный роман. А-а-а, это еще почему? Такая же короткая. А-а-а, хватит. Вы тут шутки шутите. А ну, нам нужно миниатюры объявлять. Ну, иди, объявляй. Да почему я? Ну, ты же у нас миниатюрная. А-а-а, да какая разница, кто будет объявлять? Давайте зажигать! Мы начинаем. Привет, Нестереван. Ну что, поехали! Не было бы счастья, но несчастье помогло. Девушка впала в кому, но зато утверждалась парня из армии. Недавно в нашем городе поставили новый фонтан. Итак, случайный день в РДВ. Ну что с ним делать будем? Да сейчас синева заиграет, струю и выбьет. Расплескалась синева, расплескалась. А сейчас песня специально для десантников. Мальчик молодой, все хотят поговорить с тобой. Если бы ты знал очень хорошо русский наш язык. Южный эмигрант поберет сердца. Шашлычок он жарит без конца. Только вот звенину есть ему никак нельзя. А сейчас встал следующая миниатюра. Сильная и независимая кошачка. Ой, то есть учительница. Ой, а это кто это такой хорошенький? У тебя моя сладкая, хорошенькая. Держи конфетку. А это что за безобразие? Это кто сделал? Это что сделал? Ты больше так не будешь? Ну ладно. Галь, давай скажем, что мы нормальные дети, а не кошки. Ты что? Она сейчас контрольная. Давай ешь свой вискос. Говорят, что молодежь не любит ходить с родителями на концерты. Итак, мама и дочь на концерте Стаса Михайлова. Этот год объявлен годом экологии. И хотелось бы сказать, что экология нашего города самая хорошая. Несмотря на то, что у нас есть. ГЭС, АЭС, ТЭЦ, БЭТЭ. А кроме этого у нас на дороге оживленное движение. Итак, смотрим. Случай на дороге. Это что было? Ну а что ты на пешеходном переходе остановился? А каждый КВ еще, как правило, становится ведущим свадеб. Итак, что было бы, если бы один из них попался? Как тебя зовут? Альбинов. Чего? Какая Альбина, настоящее имя? Андрей, Андрей. Сколько на КВНе сидишь? Вон, полтора. Точно мне говори? Пять. Как в КВН играть начал? Ну, ко мне ведущий подходит, Денис, и спрашивает. Не хочешь немного КВН? Я не смог ему отказать. Второй кто? Андрей. Где он? Сидит. Что, посадили уже? Да нет, вон же он в жюри сидит. Ясно. КВН кому распространял? Школьникам. А на водку кто дал? Класснуха. Ведущего сможешь опознать? Смогу. Вставай, заводи. Заходи. Кто? Вон. Что ты мне пальцем тычешь, кто? Ну, вон он за стойкой стоит. Знаете, у нас тут такое дело, майор женится. Свадьбу не проведете? Ребят, ребят, вот закончится фестиваль, разъедемся все по своим школам. Да, в своих школах мы все учимся на отлично. Уважаемые жюри, но не портите нам оценки в дневниках. А то нам еще химию исправлять! Школьная сборная, это вам не игрушки. До начала нашего сегодняшнего фестиваля вас размяли, развеселили. Ну и перейдем к основной программе нашего сегодняшнего вечера. И начинается выступление команд, которые предстоит оценивать членам нашего жюри. Я приглашаю на эту сцену, если вы готовы, ребят, конечно, команду Т-9 Саратовской государственной юридической академии. АПЛОДИСМЕНТЫ Открой глаза, ты 9 на сцене, и нас тут совсем никто не заменит. Вечер подарит вам это мгновение, и холода за окном не помеха. Пока мы здесь, смех и веселье, розами по твоей шее. Улыбки трепетные и безмятежные, мы, видимо, на нашли то, что вы дохотели. Здесь во сне найдут проблемы, только ГВН в нашем мире. Время застынет на этом моменте, все, что мы покажем тебе. Сердце бьется быстрее и быстрее, и это все, что нужно мне. Готовы опять мы остаться на сцене, чтобы заново все повторить. Счастый 9 тут зажмет, даже если никто не поймет, Мы покажем высший класс, выступаем мы только для вас. Счастый 9 тут зажмет, даже если никто не поймет, Мы покажем высший класс, выступаем мы только для вас. Че, нормальные грибы зашли? Нет, но я пока не почувствовал А недавно мы играли в Самаре И как вы заметили, настало на одного меньше Да, Самаре делает свое дело Особенно Самаре крепко Так, я не понял, а это не ГДК, что ли? Ну да, видишь, место больше стало Это потому, что Богдана нет Как нет? А кто ведущий тогда? Ермолаев А, это тот, который в Битюках, да, играл? Да Который вечно председатель жюри в Балаковском КВН Да Он, который нам еще вечно кубки за первые места дает Да Не, я не знаю такого Да ладно, шутим, шутим Мы помним тебя, Серег Попахатик Попахатик Знаешь, где ты, где находится Лодина цыганта В Держинском А у нас первая миниатюра Случай в клубе Мега Девушка, можно с вами познакомиться? Да Как вас зовут? Диана Сразу нет В смысле сразу? В смысле сразу? В смысле сразу? Базару не пить Базару не пить Базару не пить И снится нам не рога А, Старград Давайте Давайте перенесемся в будущее и представим случай в аудиобиблиотеке Выходя через спустя, полетую черную, Расследуй всесмешную, Добавляю местные, а местные ночные, но... Молодой человек... Ой, извините. Это было удивительное, трогательное признание Женщину, которого местные души. Оран, включи-ка мою любимую музыку для секса. А у нас встреча двух промоутеров. Анастейша? Кристиан? Заинтригована? Мои вкусы довольно необычные. Боюсь, ты не поймешь меня. Откройся мне. У меня хлеб на 50 копеек дешевле. Больной ублюдок. А в Балаково лучше не жить. Представьте, мужчина на необитаемом острове. А у нас разыгрывается миллион. Итак, номер выигрышного билета. Четыре, пять, десять, тринадцать, двадцать два и сорок два. Сорок два! Сынок! Родник! Родник нашелся! Ура! А мы поздравляем нашего победителя. И он выигрывает миллион казахских тенге. А ты че тут остался? Ее казах так-то? Потахатик. Потахатик. Моя девочка. Бум-бум. А моя Вера Слесарева. Распределение личного состава в полиции. Так, у нас день города. Ты охраняешь площадь. Ты охраняешь вокзал. Так, куда вы себя назначите? А можно зоопарк? Так, Панин! Попейте за свое! Потахатик! Потахатик! Я прошу прощения, похоже, у нас вейперы в зале. Давайте перенесемся в детство и немножко поиграем. Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Морская фигура, замри! Закончить наше выступление хотелось бы гимном города Балакова. Прошу всех встать. Эх, дороги, пыль до туман. Холода, тревоги, до степной бурья. А с вами была команда Т-9. До новых встреч, друзья! До новых встреч! И мы встречаем на сцене, если ребята, конечно, готовы, команда... Команда Президента! Волоковский филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Давайте поаплодируем, ребят. Позовем команду Президента. Они, по-видимому, не в курсе были, что, наверное, как-то уже надо выступать. Погасило свет в холодной комнате. Волоковский филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Погасило свет в холодной комнате. Здравствуйте, дорогие друзья! Пацаны, смотрите, что нашел. Че это? Вторая кулиса! Буду танцевать, как Владимир Пресликов! А эта миниатюра посвящ... Ненавижу имя Адольф. У меня так бывшую звали. Антон, Антон, иди сюда, Антон! А эта миниатюра, она как ребеночек. Рождалась долго, мучительно, 9 месяцев. Итак, представьте, трое в лодке, не считая собаки. Пацаны, а где третий? Так я же третий. Ты не считаешься. Ааа, точно! Ох! Буду танцевать, как Владимир Пресликов! Давайте помечтаем и представим, что в Балаково все-таки построили самый большой в Европе музыкальный фонтан. Ну жара, сейчас бы попить. О, фонтан! Ааа! 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 Ну ты че натворил-то? Ты рукой-то придерживая, вода-то на динамик попала. Ты вообще кто такой? Я инженер этого чуда! Буду танцевать, как Владимир Пресликов! Котом кусать, как Владимир Пресликов! А этой миниатюрой мы хотели бы... Дима, Дима, там на улице ветеринаров обижают. Ветеранов? Нет, ветеринаров. Кто их обижает? Ветераны? Стой, Атон, это миниатюра про ветеранов? Ну, наполовину? Нет, Антон, такую миниатюру нельзя. Блин, жалко. Такая миниатюра классная была. И мамке понравилась твоей. Ну ладно, не надо так не надо. Буду танцевать, как Владимир Пресликов! Котом кусать... Представьте, министр иностранных дел приехал на саммит в Германию. О-о-о! Здравствуйте! А дайте нам Калининград! А еще нам нужен ваш газ! У вас нет свободы слова! Вам вообще все равно, что я говорю! Мы обещаем вам войну! А может в удочке? Да, да, да! Буду танцевать, как Владимир Пресликов! Так, после этой миниатюры выступление надо спасать. Ребята, у кого-нибудь есть гитара? Диман, смотри, что я нашел. Антон, жги! Сижу на сцене ГДК, ГЦИ, команда Т9, конечно, победит. Искры интеллекта... Кто это? Институт из биту... Институт наш... Шлю-шлю-шлю-шлю... И припеп! Все вместе... Между нами тает лед... Буду танцевать, как Владимир Пресликов! В картонных кусах, как Владимир Пресликов! Представьте, свидание с девушкой, которая вряд ли вам понравится. Смотри, симпатичный! Поехали ко мне? Нет, нет, нет! Буду танцевать, как Владимир Пресликов! Готовный кусах, как Владимир Пресликов! А в конце нашего выступления хотелось бы сказать... Нельзя выступить лучше! Можно только повторить! Ну тогда повтори! А для начала пивца! Так, давайте! Погасил свет в холодной луноте... Все, Роман, ты больше не в команде! С вами была команда Президента, нас теперь трое! А как же я? Ты не считаешься! Ааа, точно! Ваа! Ой, мой номер! Бэй, 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 бэй! Добрый вечер, дорогие друзья! С вами команда КВН, институт на шлюзах! Вы спросите, почему на шлюзах? Да потому что рядом! Вы спросите, почему мы здесь? Потому что тут есть парковка для инвалидов! Почему для инвалидов? Что нам метает лёд? Пусть и вы нас никогда не найдёт! Мы промокнем под дождём! Немалёк, ты шутеечку сейчас придумал! Послушайте, слушайте! Сгива! Такое чувство, что в Чечне! Спасибо! Данил, ну хватит, хватит! Начинается с парад! А сейчас совет девушкам! Никогда не отправляйте свой муж забирать детей из детского сада! Сынок! Идём! Одевайся, пойдём домой! ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло, да, дорогая? Милый, ты забрал ребёнка из детского садика? Да, вот, ребята все есть, всё хорошо! Ну всё, смотри, чтобы он чистенький и обрядненький был! А то сегодня к бабушке идём! Чистенький и обрядненький? Да, хорошо, дорогая, всё нормально! Сынок, идём! Садись! Мальчики, давай! Пойдём! Пойдём! Убрил две шоколадки! Пошли! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Момент! Момент! Навеяло опять! Навеяло! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Крематорий у воды! Развейся над Волгой! ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ А теперь давайте посмотрим на волшебные будни выпускников нашего института! Что? Иванус? Да, это... Профессор Покал-Нобор, я пришёл тебя наказать! Тебе хана... radiolem Ты не смотришь, ты не знаешь моих способностей. Что ты крестыриваешь? Я буду стрелять. Смаляй! Попал. Теперь моя очередь. Мимо. Ладно, давай как насочили. Остолбенеть, глянусь! Придурки, вы роллы крутить будете? Вы все палочки уже пооткрывали. А сейчас представьте... Момент, момент, сиротка, сгинь со сцены. Трастет. У меня тут опять навеялась, сценка небольшая. Зуля, Зуля, ты кого родила, мальчика? Нет. Ты зачем сироту родила? Все, я пошел, дома хынкады стынут. Дома жду, давай. Слушай, ухоти уже. Сам разберусь, не указывай. Хочу, чтобы на меня внимание обратить. Здравствуйте, меня зовут Иван. Сегодня я хотел бы вам рассказать свою историю. Я хотел бы быть с вами открытым и честным, поэтому я сирота. Три раза. Вы спросите, почему три? Ну как бы еще не вечер, поживем, увидим. Вообще, воспитывался я в деревне. Ну как воспитывался? Просто существовал. Вы спросите, почему деревенский такой спокойный? Это после того случая, когда батя в 8 лет позвал меня играть, а привел резать корову. Как я потом понял, это не самая веселая игра у нас в деревне. У нас есть клуб. Вы сразу, наверное, представили в голове. Деревенский клуб — это просто заброшенный дом. Но в нашей деревне он заброшенный трижды. Как я. С учебой у меня никогда проблем не было. Я закончил школу с золотой медалью. Вы, наверное, можете подумать, это из-за того, что бабушка — директор, а мама — с тетей учителя. Но они же не родные. А вообще, я считаю себя красивым. Мне так мама говорит. Мама же врать не будет, а три тем более. В нашем институте недавно начали проходить кинопоказы. Но почему-то они не пользуются особой популярностью. Давайте же посмотрим, почему. О, а что сегодня пятница? Сидеть разрешили? Я тогда вон там сяду. Девушка, сидите, может, потише? Нет. Смоляю. Сейчас смолять буду. Смоляю! Классное кино. Как всегда. Мне вот интересно, до каких пор директор будет ходить на эти кинопоказы? Лена, почему ты меня не берешь играть с вами в КВН? Ваня, ты ничего не умеешь. Ну, пожалуйста, дай мне последний шанс. Ладно, покажи то, что я люблю больше всего. Че, Лена, здесь? Да. Хорошо. Сказка «Золушка». Золушкин, а мы в КВН идем играть. А я? А ты? Нет. На, бахилы продавай. А? Ну, почему? Почему эти новые бахилы, а не вот эти? Вот, кроссовки красивые. Почему? Фея, ты куда? А не, не волнуйся, я здесь. Ну, привет. Ты что себе позволяешь? А ты зачем в бахилах и ботинках ковыряешься? Ты же в КВН хочешь играть, или ты опять под девку свою прогнулся, а? Нет. Я же нормальный пацан. Ну? Я же сам решаю, что мне делать. Да. Я решаю, какие ботинки тебе подарить, а какие мамы. А мамы нет, тогда все тебе. Спасибо, дорогой. Тут опять внимание, рекламный блок небольшой. Я в таком костюмчике, извините. Сдается помещение пятиэтажное напротив Берлина. Под офисное помещение. Правда, с вывеской «Ранфикс», но вывеску скоро через два года снимем. Не волнуйтесь, не переживайте. Дорогие друзья, а это был наш дебют. И мы показали вам все, что успели написать за эти два дня. А если кому-то что-то не понравилось... Шмаляй! Мне кажется, достойный дебют команды «Институт» на шлюзах. Пяти яумедли. А следующий на эту сцену выйдет команда. Команда выйдет следующая сборная интеллектуального клуба «Искры интеллекта» города Балакова. Так она и называется. «Искры интеллекта». Встречайте! Добрый вечер. На сцене команда «Искры интеллекта». Первая в КВН команда знатоков. Ну что ж, давайте знакомиться. Это Саша. Саша был бы еще умнее, чем сейчас, если бы постоянно не бился головой об косяки. Это Самик. Кумир Самика Анатолий Вассерман. Правда, Самику не хватает до него 120 пунктов IQ. А бороде Самика не хватает 20 сантиметров. А это Саша. Ему не хватает 20 сантиметров до бороды Самика. Это наши девочки. Даша и Марина. Как мы любим их называть? Инь и Янь нашей команды. Чук и Гек. Лёлик и Болик. Бонни и Клай. Ну все, все, все. Почему в парами-то постоянно? Я просто не помню, кто из них Даша, кто из них Марина. Ой, ребят, ну такое настроение хорошее. Давайте наш любимый Т-И-4. Поехали! Друзья, многие из вас смотрели, ну мы-то точно смотрели, не знаю, как вы, программу «Своя игра», в финале которой игроки убирают категории, оставляют только одну. Итак, перенесемся на финал своей игры. Давайте уберем тему. Любимые шампуни Гоши Пуценко. Нет такой темы. Бесплатные корпоративы Богдана Данильченко. Нет такой темы. Опытные камикадзе. Нет такой темы. Электронная запись шестой поликлиники. Нет такой темы. Красные дороги Ершова. Нет такой темы. Гей-парад в Дагестане. Нет такой темы. Ну нет, так нет. Мало кто знает, но наш земляк Илья Быстров ездил на кастинг-шоу «Голос», а в итоге попал на поле чудес. Поэтому нам кажется, что в продюсерском центре Первого канала все происходит именно так. А эту песню я посвящаю городу Балакова и прошедшему отопительному сезону. ПЕСНЯ Прорвало трубы, дома остыли, А я мороза не боюсь. Дверь тепловсика в моей квартире, Дверь тепловсика в моей квартире, Я работаю в теле, Гараде, Блю. Успокойтесь, друзья, Удивляйтесь, друзья, Залейте муку, душай. Ну кто же мог знать, что опять холода, Декабрь, январь и февраль. Слушай, слушай, Илья, ты яичницу жарить умеешь? Ребята, я к нам на СМАК гостя нашел. Рачумил. Рачумил, ручки не забудьте. Друзья, поддержите меня, вашего земляка. Отправьте СМС на короткий номер. Три-два-четыре-семь-пять. Три-три-пять-девять. Два-пять-четыре. А у меня что-то Т-9 плохо работает. А ты директору МЕГИ позвони, и Т-9 будет хорошо работать. Ребята, ребята, вы не знаете, куда Денис Канегин делся? Ой, это страшная история. Просто Денис стал первым в мире человеком, которого цыгане украли не в три года, а в 33. И теперь он по патпорту Денис Айнаненаныгин. Криминальные новости. Жулик массажит. Сначала втирается в доверие, а потом давит на жалость. Международные новости. Мы ведем прямой репортаж из штаб-квартиры ИГИЛ. А теперь представьте, «Типичная семья знатоков». Давай посмотрим, что по новостям показывает. Вопрос задает Диана Шаль из города Ростов на донышке. Это что, 8 лет, что ли, на размышления брать? Ты что несешь вообще? Ой, да ладно, нормальная же шутка. В смысле? В смысле нормальная? Вопрос задает биолог Яков Наумович Зильберштейн. Дорогие друзья, я провел ряд исследований и вывел очень интересную законоверность. Вот послушайте, пожалуйста. Это человек эпохи Мезозоя. Затем идет человек эпохи Возрождения. И, наконец, человек 21 века. Внимание, вопрос. Где бы свернули не туда? Вопрос задает Рамзан К. из Грозного. А, ладно, я сейчас сам вопрос задам. Ассаламу алейкум. А вот этот вот у вас тут был, который вот этот готовил бурщ тут, вот этот самый, а где? А, сейчас сам найду на Ахмат-арену с ним, такой бурщ готовить будем. Просто бомба, не больше едет. Надо проверить замки. Вопрос задает Роман Сергеевич и... из Берлина. О, из Берлина? У меня от ним давно вопрос остался. Дед, дед, успокойся. Внимание, вопрос. Их лебедих, айн, звай, драйфель, кайзерслаутер, швайнштайгер. Да ладно, ладно, ребята, это я. Скажите, пожалуйста, а что мне вам поставить за приветствие? Мы не будем выпрашивать вас в хорошие оценки, ведь мы же команда эрудитов. Да, просто вспомните, сколько будет корень из 25. Команда КВН Искра Интеллекта, до встречи в весельней серии. Ребята, реквизиты берите, пожалуйста, за собой. Как вы понимаете, мы просмотрели все выступления, приветствия команд. Команду, я вас попрошу выйти на сцену. Судя по тем шуткам, которые были сегодня у нас в приветствии, ребята тут не один раз веселились, шутили над ведущими игр КВН. В следующий раз, когда здесь будет стоять кто-то вместо меня, по-видимому, будут шутить и про меня. Ребят, вы слишком близко подошли, потому что вы знаете, что у нас еще будет еще один конкурс. Вы отойдите, пожалуйста, на 4 шага назад. На 4 шага назад. На 4. Раз, два, три, четыре. Все просто. И сейчас у нас следующий конкурс. Озвучка. Команда предстояло придумать смешной текст к отрывкам из известных отечественных фильмов. Давайте посмотрим экран в студию. А, сначала разминка. Извините, экран назад из студии. Мы не сказали сначала, что будет озвучка. Значит, у нас будет сначала разминка. Давайте начнем тогда с оценок жюри. Экран остается, ребята остаются. Начнем давайте все-таки с оценок жюри. Выйдите по одному находщему и веселому сюда, на авансцену. Первой в нашей игре выступала команда Т-9. Ее оценки. Второй выступала команда президента. Четыре, 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 четыре. У команды Т-9 были все пятерки и одна четверка. Пять пятерок, одна четверка. Следующей выступала команда Институт на слюзах. Пять, 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 четыре, пять. И закрывала приветствие конкурсной программы команда Искры и Интеллекта. Четыре, пять, 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 четыре, четыре. Спасибо. Пока специальные обученные люди считают средний вам, ребят, вам, наверное, придется вернуться. Сейчас будет фото-разминка. Возьмите каждую команду по одному микрофону. Вы увидите на экране, по крайней мере, мне так инструктировали, что вы будете смотреть сзади экрана на те картинки, которые будут на нем изображаться. Весь зал будет смотреть спереди. Раздайте, пожалуйста, по одному микрофону командам. И, соответственно, я вас попрошу, так как мы видим только ваши ноги, у нас очень креативный сегодня номер, конкурс будет. Поэтому, когда вы будете объявлять ответ свой на фото-вопрос, который подготовили наши редакторы, прошу вас называть свою команду. Веселый, находчивый. Первый вопрос. Первый фото-вопрос. Че, ребят, команде видна? Команда искренне интеллекта сейчас ответит. Это программа «Доступное жилье». Просто на самом деле, если вы стояли, то, мне кажется, за экраном, то вам было бы нормально видно. Попробуйте все. Я-то вижу туда. Они не все видят. Какой момент времени я могу сказать свой вирус? Может быть, есть у нас возможность как-то вот более в центр сместить изображение? Нет такой возможности, да? Давай, пожалуйста. Команду скажешь сначала? Все тот же фото-вопрос. Возьми. Уже взял микрофон. Школьная команда. Муж на час доставка надо. Аплодисменты. Команда президента. Команда президента Антону. Именно, именно он. Вот так выглядел щербет до отмены рабства. Давайте определимся, если вам видно вот там всем. Не видно. Одной команде не видно, да? Тогда сдвиньтесь все вот в тот угол, чтобы вам на том углу, на том, скажите, на той проекции нашего изображения было все прекрасно видно. Всем видно теперь? Есть еще варианты ответов? Команда Т-9. Команда Т-9. Можешь говорить зал, не мне. Собственно так, я в Россию и попал. Ответ команды Институт Наш Кузов. Пожалуйста. Спасибо. Готовый фарш. Еще варианты будут? Да. Да. Нет, не будет. Да, будет. Команда президента. Ну вот так вот охрана особо буйных в пятерочке упаковывает. Попробуйте. Вот команда школьная. Тринадцатая школа? Нет, сборная. Сборная школа. Школьный андеграунд. Школьный андеграунд. Сейчас попробует вариант ответа. Новый Сникерс Дарк в темном шоколаде. Ну я думаю, достаточно на этом. Давайте перейдем к следующему фото. К вопросу. По-моему, все очевидно. Давайте мы пробуем. Институт Наш Кузов. Готовь Санни зимой. Спасибо. Команда Т9. Давай. Ну, собственно, так и выглядит вышелка от компании Т+. Команда Искренинтеллекта. Ну, мы считаем, что это первый в мире велосипед с зимней резиной. Команда Президента. Вот, собственно говоря, почему Дед Мороз использует оленей, а не на велике разносит подарок. Сейчас команда андеграунд пробует свой вариант. Школьный андеграунд. Будете? Сейчас отрепетируют. Лучшая противоугонная система Снежинка. У команды Т9 еще один ответ. У Т9 есть еще один ответ. Я так смотрю, и в институту на шлюзах тоже есть, да? И у нас тоже есть. Ну, давай Т9. Только в России возможно зимой падают не только сосульки, но и велосипеды. И институт на шлюзах. Добивай. В тот момент, когда между балконом и вельком лед не растаял. Я думаю, на этом надо закончить. Нет, нет, нет. У нас есть вариант. Можно? Хороший? Надеемся. Я попрошу обратить внимание на кладку кирпичную. Это наша первая с Джавидом работа в России. Спасибо. Давайте перейдем к следующему фото. Вопросы. Команда Т9. Можно? Конечно, что вы спрашиваете. Ну, собственно, так мы с Димой отмечали нашу первую зарплату после кладки. Команда президента. Ну, вспомните, да, первую картинку? Вот она после вот этой пошла. Кошли. Извините, река. Поеду в Россию, прикинусь чебурашкой. В школе андерграунд. Хартан, смотри, наш брат опять мага встрял по полной походу. Институт нашли зубы? Опять готовый фарш. Поедем. Наверное, надо перейти к следующей картинке. Следующий фото-вопросов. Андерграунд в школу. Собака в секторе газа. Из-за интеллекта. Секунду, блядь. Из-за интеллекта, я говорю. Остановите! Витя, надо выйти. Команда президента. Обратите внимание на кладку вот за девушкой. Это наша вторая работа. За виду? А телефончик не оставишь? Все. У нас появились часики. У нас появились часики. Есть вариант? Да. Ну, ей повезет, если он на тиску не набросится. Переходим к следующему фото-вопросу. я буду рассказывать для команд, что там изображено. Там три ОМОНовца делают селфи в туалете. я так понимаю. Команда 9. Это мы, походу, в поддон зашли. Искра интеллекта. Новый состав Авиагры? Команда 9. Диман, смотри, какая кладка неровная. Какое ощущение, что кто-то из ребят дом строит такая-то болезненная проблема в Аиде улетела. Можно, да? Я тебе говорю, не клади без меня! Микрофон к школьному андеграунду. Ребят, смотрите, а у нас тоже такое селфи есть? Черное, в смысле. И закрывает, как всегда. Нет? Да, давайте. Диман, Джавин, возьмите меня, блин, куклась. Тоже хочу научиться. Ну, я думаю, что в конце разминки ребята должны искать номера своих телефонов, чтобы это была такая скромная реклама вашей деятельности. Братан, а почему ФМС в глазок фоткается? Все, закончим, наверное, с этим фотовопросом. Следующий есть у нас еще? Есть еще. Можно я? Конечно. Ожидалось вообще. Вы где мою подбирательную взяли вообще, а? То чувство, когда позвали жюри. искренне интеллекта. Не мужик, а бумба. Еще раз, да? Еще раз хочет попробовать школьный андеграунд. Ну, такое бывает только на корпоративе Коныгина, ребят. Команда Т-9. Вот, собственно, причина, почему Богдан не ведет к ВН. Есть еще варианты? Наверное, наверное, достаточно, да? Ну, давайте, ребят, по одному будем выбирать хорошему, самому веселого. Переходим к следующему вопросу нашей фото-разминке. Это планерка в ЖЭКе. Это была команда искренне интеллекта. Антеграундович, прохождение аттестации. Команда президента. Ну, вот, русские в Ходворст полетели. Не буду больше ничего придумывать. Команда нас любит. В тот момент, когда нашел не очень пластичную девушку. Спасибо. Все, наверное, да? Есть, это девять. Картинка, если бы Гарри Поттер служил, жил в России. Все, наверное, это надо закончить с этой картинкой. Фото-вопрос следующий. Следующий фото-вопрос. Команда Т-9. Можно? Видишь, кто самый находчивый? Т-9. Он объявил и говорил. Ну, собственно, так я и попал в Россию. Институт наш Лизах. Молодец. Вы где еще одну мою фотку нашли? Школьный андеграунд. Атас, ребята, смываемся! Команда Президента, а это вот так особо буйно в мире сантехники охранники упаковывают. Я тоже больше не буду ничего придумывать. А мы будем. Команда Гоин Искрый Интеллекта. Мам, давай пойдем в другой аквапарк. Спасибо. Я думаю, на этом надо с этим конкурсом закончить. 9 за фоторазминку. 3. 3. 3, 4, 3, 4, 4, 4, Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь я вас попрошу оценить юмор команды президента. АПЛОДИСМЕНТЫ Четыре, четыре, три, четыре, четыре, четыре. Институт на шлюзах. Три, четыре, три, пять, пять, четыре. И последнее оценочки — искры интеллекта. Теперь озвучка, конечно же, да, то, о чем мы говорили. Командам, соответственно, надо было подготовить на известные фильмы свою озвучку. Перенесемся в будущее. У первого канала падают рейтинги. Передачу «Пусть говорят» хотят закрыть. И Андрей Малахов предпринимает жесткие меры. Он решает снять новый выпуск. «45. Диана. Ягодка опять». Андрей, что, может, первый выпуск покажем и все? Так, убери, сейчас лучше снимем. Вот, угощайтесь, ребята. А что это? Да это для настроения. А, для настроения? А я уже пьяненькая. А я Николай Соболев. Соболев, да, Соболев? Да-да, Николай Соболев. А я танцую с Соболевым. А я вылку из Кобидо. Так, на, Сережа, ты кушай. А ты что, наверное, забыл, как в тюрьме тормать. Ага. Так, давайте сразу обсудим контракт. Мне нужен миллион. Ну, Диана, не так скоро. Давайте обсудим. Ну, давайте. А чего молчите? Можете сказать, скажите молча. А что это вы тут так камер много навестили? А это для того, чтобы ввести прямую трансляцию в России и во всем мире. А если Сирок заметит, то мы сделаем вот так. И камера на 5 миллионов долларов превращается в обычную люстру китайскую с Алиэкспресс. Диана, я хочу от вас экспрессии, эмоции, чтобы было все так очень красиво. Понимаете меня, Диана? Да, да, я понимаю. Ну, в принципе, да, как в прошлый раз. Как в прошлый раз, как в прошлый раз. А не надо, как в прошлый раз. Вот, возьмите сценарий, чтобы никакой самодеятельности. Сценарий, вот, вот. Не люблю эти сценарии. В смысле не люблю? Ну, а ну-ка, вот еще дополнительная литература. Тут все ясно, по полочкам в картинках написано. Понятно? Да, да, все, я готова, давайте зовемся. Серега, на милочку, Серега, на милочку. Сейчас я тут. Серега, хватит жрать, Серега. Ну, вкус тоже. Обжора. На вкус. Так, Серега, дело одно есть. Там, короче, 100% вариант. Андрей, Андрей, нет, нет, я не пойду. Как это не пойду? А ну-ка, быстро возьми поднос. Андрей, Андрей, как ты? Нет, нет, я не знаю. Держи, держи, держи. Андрей, ну, ну, еще и... Дианочку угостишь. Да, поговорим вот на донышке. Ну, Андрей, на донышке. Пожалуйста, нет, ну. Говорю на донышке, выпейте, потанцуете. Андрей, ну, давай иди. Опять позадать, емкошь, Андрей. Иди, иди, иди. Иди, говорю. На донышке, на донышке, Андрей. Да не на донышке, ну, ты что ты... На донышке, на донышке, давай, пройдем. Наталья, как все хорошо у нас получается? Да, Андрей. Вы такой молодец. Так все хорошо устроили. А вы, ну, что, собственно, не пьете? Знаете, я не хочу бы. Я не хочу, чтобы получилось как в тот вечер, когда мы после программы поехали к вам, и я допилась. Я помню, что тогда было. И что я вот теперь должен, а? А что вы так смеетесь? С вас миллион. Рублей? Доллар? Так, а ты что там послушаешь? На моих ошибках не учишься. Нет, я тебе сказал на донышке. Иди отсюда, на донышке сказал. На донышке дуй. Вот и все. Команда президента. Можно, Витя Усанова, пожалуйста? А что такое? Нет? Так, держи. Тебе отжавит вот рюмашка. Че там? Пей молча. Вам, Валентина Петровна. И тебе, Илюша. Ну вот. А вы говорили, где-то мы березы сок зимой найдем. Хух. За час уже сороковую бутылку раздавили. Идем на рекорд Бом-бом-бом Ну вот и 1 апреля Поздравляю вас, друзья, так сказать С вашим профессиональным праздником Ну, а собрались мы здесь для того, чтобы ограбить ГЦИ ГЦИ? Что? Может быть, ДК? Нет, нет, и еще раз Да, дорогие друзья На днях, буквально пару лет назад Туда завезли отличную рыбу Но у меня другие горы Не волнуйтесь, Гаврил Павлович У меня знакомые в администрации Вот смотрю я на вас и думаю Что же там у Игорева? Секундочку, секундочку Кажется, почки отказали А кто это такой-то? Да батя-то мой А я когда-то вот так делаю Похож на накрылую рыбу? Похож Слушай, нам, по-моему, что-то в бокалы подмешали Чё такое бокалы, а? Что-то голос стал меняться Всё из-за шеи, наверное Эй, могу будущее предсказать Лена, сейчас плюми С 8 марта у вас, дорогие женщины, в этот знаменательный день, 9 мая, первый подарок для вас, Валентина Валентиновна. Держите, табак. Так я не говорю, на кой он нет? Я говорю, будете меня угощать, держите, держите, хороший табак, афганск. А вам, Мариса Николаевна, паспорт. А вам, Сергей? Спасибо, спасибо. Я ничего не дарю, просто возвращаю старый свитер. И вот билет на школьный КВМ. На КВМ. На школьный. Он же стоит бешеных денег. Посчитаю твое расстояние автамина. Внутри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О, говяжий диван. Одиннадцать, двенадцать. Ну все, я пошла. Одиннадцать шагов. Одиннадцать, смотри. Трое новеньких к нам идут. Сейчас мы с ними пообщаемся. И все, ништяк. Здравствуйте, мы институт на шлюзах. Я Олег. Салам. А, понятно. Привет, Монтик. Ой, боль. Мечете сильно, я гей. Извините, пожалуйста, простите. Присаживайтесь. Сейчас мы ведем вас в курс дела. Я собаку сниму. Моя собака мне мама подарила. Да нет, начинаем. Води в курс дела. Води. Здрасте, порядочные люди. Про волосы крылья ногти шутить. Будем? Будем? Да, да, да. Нет, Богдан сказал нельзя. Кто такой Богдан? Какой-то комодан. В Берлине там пляшек, песни поют. А-а-а. И все нормально. Это все решили. А я не курю. Чафф, чафф, чафф. Мама так думает. Чафф, чафф. Не, я не курю. Смотри, как биджак умеет. Больник. Чафф, чафф, чафф. Прикуривайте из семерки боли. Ковечки пустить? Да пусти. Не паутить. А далее, давай. Сдохнуть. А мне не нравится, слушай. Что за непорядочные люди даже покурить не предложили. Идиоты. В смысле идиоты? А в прямом смысле идиоты и все. Э, нафиг они нам нужны. Такие люди непорядочные. Ну в принципе да, мы и без них правились. А ты в курсе, что вместо сте participant озвучка? Как озвучка? У нас же почти все готово. А вот так озвучку за день позвонили и сказали. Ах, че. А, ребят. Собака. А, я совсем забыл. Ребят, я не смогу участвовать в вашей команде, просто у меня кошка собаку рожает, вот, и я сегодня рот принимаю, представляете, просто не могу и все. Вот так вот. Будешь участвовать. Что? Будешь участвовать. Или отправлю в искринтеллекта? Навечно. В искринтеллекта? А другие выходы есть? Или шмальну? Ай-яй-яй, как сложно, что же выбрать, что же выбрать? Шмаляй. Просто все обойно. Просто шмаляй. В голову. Ты понимаешь, что ты молодец? Ты сделал правильный выбор. Я шмальну. Спасибо. 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 Это была... Все, наверное, следили за новостями. В ноябре случилось одно очень интересное событие, и именно ему мы хотим посвятить свою озвучку. Я тут думал, ты про другое событие. Эх, усы. Какие у меня были хорошие усы. Извиняю, я говорю. Я не как-нибудь в Диснейленд. Иди нафиг, мальчик. Иди домой. Не мешай. О, Обама! Обама! Иди сюда! Блин, ботинки жмут, блин. Надо будет новый купить. Здорово! Я Дональд. Ага, здорово. Так что ли? Я тогда Микки Маус. Да какой Микки Маус? Ты что, за новостями вообще не следишь? Я этот, Дональд Трамп, тут говорят, меня президентом выбрали вместо тебя. У меня как срок кончился, так я вообще телевизор не смотрю. У меня вообще бабушка с тетушкой голодают в Африке. Я им поеду помогать. Да? А мне вот дали, короче, разгладушку, чемоданчик ядерный. И сказали, ну все, заселяйся, будешь в белом доме жить и работать. Ну погнали, прикинь. Вот он, белый дом. А первый прикол, смотрите, он не белый, а желтый. Как ты тут 8 лет работала, я понять не могу. Запоминаю я, то есть, 18-я квартира. Заходи. Смотри, Майкл Джексона сейчас сделаю. Ну, поехали. Ну давай, хватит являться. Заходи, садись вот под Путиным. В смысле, под Путиным? В смысле, здесь я под Путиным. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. Блин, где-то у меня тут крем от агара было. А то совсем что-то заберет. Слушай, слышал, слышал, слышал я песню пою? Я хочу, это, под эту песню, на саммите он, на саммите он хочу под эту песню выйти. Представляешь, круто будет. У меня даже галстук есть. Ну-ка. Сейчас, 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 где-то я его найду, вот тут прям парадный такой. Эй, вот он, смотри какой. Тут вот, это, текст этой песни на разных языках, чтобы не забыть. Прикинь, японцы обалдеют, а? Ну скажи, круто. Скажи, круто. Кто только за тебя голосовал? Это, в смысле, кто голосовал? Да ты что, не, хороший человек. Ты чего? У меня же программа была, я же там все по-честному, ну правда же. Ну, слушай, а покажи то лицо, которое у тебя было, когда ты выиграл. Когда я выиграл? Вот такое у меня было лицо. А, ну-ка, хорошо, еще раз покажи, как я. Я говорю, вот такое у меня было лицо, когда я выиграл. А, круто же, а? Так это ты Хиллари сделал. Так ты зачем русы сбрел? Теперь я тебя узнаю. Хорошие русы были, да, мне нравится. Да, хорошие. Ага, давай, Пет. Ну, на, держи, держи. Вот мы тут у всех спрашиваем. И я тебе сейчас спрашиваю. Так, эй, эй, эй. Ну что, тест на президента? Че в деньги держать будешь? В евро или в долларах? Да ты что? Какие евро, какие доллары? Сейчас же рубль укрепляется. Мы же все под Путиным. Во, смотри, вон, рубалек закатился. А, не, не. Пойди, лента пулеметная, а это тебе зачем? А, вот ты ее так раз через плечет. И как Сильвестер Сталлоне тут в том фильме про рэпу, помнишь? А, круто, круто. Спасибо. Спасибо. Призвольте, ребята. Файкл Жиж. Ну, наверное, можно уже без видео обойтись Выбираем экран, тогда Конкурс «Озвучка» В том порядке, в котором ребята выступали Команда Т-9 Ваши оценки 5, 5, 5, 5, 4, 4 Следующая команда президента 5, 4, 4, 4, 4, 4 Следующая озвучка представляла команда «Институт на шлюзах» 5, 4, 5, 5, 5, 5 И последняя озвучка была от команды «Искры интеллекта» Все пятерки 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Спасибо, пока Жюри подводило итоги Я хочу попросить ребят Отнесите радиомикрофон И хотелось бы попросить членов жюри высказать В общем, добрый вечер Спасибо всем Спасибо командам Отлично провел вечер Отличная игра Отдельно отмечу Хойлок команды Хойлок игроков Они не сходят в них Стоялись, а хойлок команды «Искры интеллекта» Чтобы на землях Боя моя семья Нет ни одной тройки Ни же четвертой Баночки не опускалась Отделим выделю команду «Институт 9» Блестящее приветствие Вы прошли по всем трендам и оставили впечатления, оставили и даже запомнили, и все это ты сказал. Искры интеллекта. Второй конкурс. Фотографика. Очень быстро, очень четко, очень ясно и очень смешно. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо за тот юмор, смех, был интеллектуальный юмор. Выходит тема сегодняшних трендов. Несмотря на все какие-то технические заменки, которые были во время мероприятия, мне очень понравился юмор, мне очень понравилось мероприятие, шутки. Очень понравилось, что команда Вити, в котором я учался, сильно показала. Спасибо. 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 Добрый вечер, уважаемые зрители, болельщики, команды. Поздравляю вас с началом нового сезона этого года. Все команды были яркими, интересными. Удивили вновь вступившие в клуб команды своим интересным интеллектуальным юмором, своими зажигательными танцами в юбочке и бабочке. Команда президента тоже сегодня была очень интересной. Хорошо выступали. Т-9 зажигали. В первом номере мы были самыми лучшими. Потом что-то немножко у вас сегодня не получилось. Поэтому, ребята, так держать. Надеюсь, КВН будет жить и продолжать свою активную жизнь на Балаковской земле. И мы вас увидим еще и в следующих играх, и в следующих фестивалях. Удачи и всего самого наилучшего. И диплом участника фестиваля КВН. Вручается команде Т-9. Вот она, поймите, вот она, поймите. Фестиваль участника, диплом участника. Вручается команде Институт на шлюзах. И диплом участника фестиваля КВН. Вручается команде Президента. Ну и такая интрига, вы, конечно, догадались, кто стал победителем сегодняшнего вечера. Победитель фестиваля. Команда КВН. Города Балакова. 31 марта 2017 года. Команда Искры Интеллекта. Команда Искры Интеллекта также получает сезонный приз от Сейхауса Берлина. Спасибо всем командам и зрительному залу. До новых встреч на Вологодском КВН.